Этим летом тела расслабленных жарой горожан подвергаются воздействию не только лучей дневного светила. Раз в 8-10 лет достигает пика поголовья насекомых, обосновавшихся в подвалах домов. В этом году особенно расплодились блохи. Главный врач дезинфекционного центра Татьяна Алексеева, к которой мы обратились с вопросом, что это за звери и как с ними бороться, осчастливила нас сообщением, что науке известно более полутора тысяч видов этих насекомых. Нас, естественно, больше всего интересовали те блохи, что живут рядом с человеком. Обитают они, как правило, на кошках, собаках, мышах и крысах. Особой привязанности к своим кормильцам паразиты не испытывают и легко меняют приевшегося или умершего носителя на нового. В роли такового может выступать любое оказавшееся рядом млекопитающее, в том числе и человек. Ну, заболевание, конечно, можно очень много назвать, но это, прежде всего, дискомфорт. Это укусы, дерматиты различные. И поэтому, конечно, беспокойство доставляет очень много. Беспокоиться есть о чем, учитывая, что в списке переносимых блохами заболеваний присутствуют и чума, и проказа. Избавиться от маленьких кровопийц можно двумя путями. Оба потребуют некоторых материальных затрат. Можно пригласить профессионалов из дезинфекционного центра. Можно запастись различным химическим оружием в изобилии, имеющимся сегодня в продаже, и приступить к боевым действиям самостоятельно. Оптимальный момент для того, чтобы избавиться от блох в домашних условиях – это обыкновенная помывка полов мыльно-содовым раствором. На полчаса организовать на полу лужи, и потом на сухо-насухо все протереть. А потом можно порошками обработать. Гарантированно избавиться от насекомых навсегда можно, лишь обеспечив постоянную сухость и чистоту в подвале. А это уже забота не частных лиц, но же лично эксплуатационных управлений.